Здорово и здраво! Если вы любите бокс, это видео для вас. Ну, 6 декабря будет еще один бой. Будет драться... Ну, такой, не сказать интересный, неплохой бой в полутяжелом весте. Британский проспект, не битый, не нокаутер Артур Линдон, будет драться с британкой Антониной Ярд. Ну, шучу, конечно. Антони Ярд. Почему Антонина? Потому что, ну... Боец, знаете какой, вот... Очень-очень странный, как минимум, потому что он в плечевом суставе больше Майка Тайсона, а выступает в полутяжелом весе. Как это, я не знаю. Он такая перекачанная горилла, что это просто, ну, пипец. Работает в майвейзерской, американской манере, не типичной для британцев. Вот этот вот шолдер-ролл, вот этот левый боковой на скачке, вот этот мерцающий джеб, где-то вставляет правую руку, нефункциональный абсолютно. Работает вот... Много дает работать сопернику, и мало работает сам. Но, но почему он именно фаворит в этом бою, а не Артур Линдон? Артур Линдон это боксер обыкновенный, обыкновенный британец. Где-то голова покрепче, где-то соперник совсем слабый, где-то он на тоненького победит. Но боксер обыкновенный. Британская манера, удары пролезают, с первого раунда по нему нормально попадают. Сам не нокаутер, не агрессор, не сказать, что суперфункциональный. Обычная британская вот эта вот любительская манера. И не сказать, что она у него супер высокого уровня, как, например, у какого-нибудь была Тони Бэлью, она достаточно высокого уровня. Энтони Ярд, конечно, может у него попропускать удары на дистанции, где-то на скорости попроиграть, хотя Энтони Ярд достаточно быстрый боксер. Но, понимаете, у Энтони Ярда, во-первых, очень такая мощь, просто слониная какая-то по сравнению с этим Артуром Линдоном будет. И Энтони Ярд, по сути, это нокаутер. Все бои, кроме двух, выиграл нокаутом. Поэтому, ну, должен он его все-таки, по крайней мере, потрясать, по крайней мере, причинять ему серьезный ущерб этому Артуру Линдону. Он больше, он мощней. И у Энтони Ярда был такой момент в поединок с Сергеем Ковалевым. То есть, очень серьезная проверка, очень серьезная позиция, очень серьезный опыт. Ну, для этого уровня. Дрался он с Ковалевым на его территории. Я думаю, Ковалев был под тем еще допингом в этом бою. И Ярд в этом бою показал, знаете что? По-моему, это был седьмой или восьмой раунд. Ярд показал на один раунд бокс будущего. И Ковалев чуть ли не был нокаутирован в этом раунде. Все, думаю, помните. Когда Ковалев работает на дистанции джебом, попадает больше, работает активней, бьет слабее, но чаще, и поэтому бой вроде ведет. И Херак Ярд поднимает руки и включает прессинг. Ковалев побегал, попропускал, остановился, и чуть было не было разбит. Нокаутирован там комментаторы просто молились, чтобы Серега не упал. Уже даже попросили его, Серега колено возьми. Но Серега не упал, я не знаю, что это было, как он не упал. Это допинг, мне кажется, это самое единственное возможное объяснение. Потому что Ярд тому вот так отхреначил. Просто вот силовая-пресиловая работа, взрывная-привзрывная, функциональная-префункциональная. Давление было потрясающее. Блок, видно было, поднял первый раз, но ему против вот этих легких джебов Ковалева этого хватило. То есть, если Энтони Ярд такой раунд закатит Артуру Линдону, А если он два раунда таких Артуру Линдону закатит, конечно, на коротку, конечно. Потому что британцы, они послащавее, чем наши челябинские парни, они все-таки рухнут с этого. И если бой как-то, знаете, зайдет в вторую половину по очкам, я не думаю, что британцы Энтони Ярда сольют. Поэтому, ну, я вижу Энтони Ярда в этом бою победителем, потому что он уже бил таких Артуров Линдонов. У него уже были обыкновенные боксеры. У него уже были обыкновенные британцы. И у него был очень хороший любитель Сергей Ковалев. Высокий, опытный, такой, знаете, сам по себе, ну, какой-то, можно сказать, крепкий, жесткий боец, хоть уже и старый был. И Ярд от него и напропускался. Я бы не сказал, что он был там нокаутирован. Просто он потерял равновесие, упал. И уже просто с такой массой, с такой вот закисленностью, перекаченностью и усталостью сверху ему просто было трудно встать. Просто было трудно физически встать. Вы знаете, как когда качок качается, вот прям забивается до максимума, что у него пальцы уже не шевелятся. И вот ему надо там секунд 30, чтобы вылезти из-под этой штанги, встать, вот походить там, покрутиться, когда вот он прям на результат пашет. Вот то же самое было с Ярдом. Он упал, ему трудно было просто встать. Там не было какого-никакого глухого нокаута. И то Ярд с ним, по-моему, с какого? До 11-го, да, до 11-го раунда простоял. Ну что, он с Артуром Линдоном вообще не бьющим, не простоит. 12 раундов простоит спокойно. Касательно того, какой он набьет-то наш, ну, Линдон пропускает с первого раунда очень неплохие удары. Ярда будет пропускать, будет его штормить. Поэтому, ну, Энтони Ярд выиграет бой. И, знаете, я вот, ну, мне не нравится ни Ярд, ни вот британская, ни вот эта вот Майвейзерская манера, но я хочу верить. Я хочу верить, что Энтони Ярд поймет, что ему нужно. Пересмотрит еще раз бой с Сергеем Ковалевым, поймет, вот в каком раунде он был максимально успешен, начнет это развивать. Начнет развивать бокс будущего, потому что бокс, ребята, меняется. И мы должны быть к этому готовы. Я очень надеюсь, что Энтони Ярд все-таки вспомнит этот раунд, вспомнит, какой у него был успех, как он был близок к титулу, чего ему не хватило.